На самом деле мне очень понравились доклады, они очень содержательные. Я, может быть, несколько акцентов в БСД выделил, которые прозвучали, но мне кажется, что они важны. Первое, мы все-таки не можем цены рассматривать только с точки зрения самих цен. Я сейчас не беру даже ситуацию с доходами населения, а в уязке с тем, как динамика цен накладывается и на денежно-кредитную политику, но еще в большей степени на определенные структурные факторы в самой экономике. И здесь, может быть, несколько сюжетов. Первое, то, что Евгений Надошин говорил. Попытка бороться с инфляцией, которая вызвана именно внешними шоками и динамикой мировых продовольственных цен, преимущественно, через повышение процентных ставок. Это, конечно, ошибочная политика. Я знаю, что есть такого рода расчеты и в институте прогнозирования в целом. Мы у себя делали то есть повышение как раз процентной ставки до 7, а ведь, возможно, ее повысить и выше процентов к концу этого года и удержание в начале следующего, это вычет где-то 0,2-0,3 процентных пункта роста ВВП в течение следующих двух лет. Хотя, с точки зрения сдерживания инфляции, эффект практически не уничтожен, в пределах, может быть, 0,1 процента через укрепление курса рубля. То есть на курс это влияет, видимо, в пределах 1 рубля как минимум. Просто здесь на фоне таких рекордных цен на нефть, и рост экспортных доходов, который даже отток капитала, а он резко подскочил, не нейтрализует. Так что, если бы не бюджетные правила, рубль укрепился бы еще сильнее. Второй момент, который прозвучал, и мне кажется, что многие аспекты связаны с динамикой цен, а это прозвучало и у Владимира Алексеевича Сальникова, они связаны с теми, причем накапливавшимися давно дисбалансами спроса и предложений и развития отдельных сегментов, которые происходили, и, в общем-то, это во многом упущение минсельхоза. По тому же картофелю, который там бьет рекорды. Но у нас уже несколько лет, по-моему, по статистике года 3 или 4 идет падение производства картофеля. Даже по официальным данным. Это с учетом того, что у личных подсобных там вообще не пойми, что происходит. Никто достоверно не знает. И в этом плане накопился запас для взлета цен. Хотя, если брать статистические данные, закупочная цена картофеля, по-моему, 12-13 рублей, а, соответственно, продажная от 30 до 50-60 и выше. То есть здесь вопрос логистики и торговой наценки, и вообще распределения, он действительно очень важен. Вот. И в этом плане разница между розничной ценой и закупочной, она велика и по молоку, и по картофелю, по овощам. То же самое с плодовощной продукцией. Фактически минсельхоз отменил те меры субсидий для овощей закрытого грунта, которые были несколько лет назад. Причем эти сегменты, они очень чувствительны к ценам импорта, курсу. Поэтому овощи у нас дорогие, плюс засуха или там юг, залив водой в этом году. Поэтому скачок цен здесь, он просто был неизбежен. Третий момент, что мы должны все-таки смотреть на цены, ну, может быть, не так долгосрочные, как Владимир Бессонов, но если мы возьмем птицу, которая сейчас дорожает, она до этого несколько лет практически стояла на одном уровне, а закупочные цены так одно время снижали, сейчас чуть выросли. Ничего там сверхъестественного не происходит. Посвинини то же самое. Хотя сейчас там есть определенный рост. И надо понять те меры, которые... Да, ну, может быть, еще следующий момент. Владимир об этом коротко сказал. Правительство никакого системного демпфера не создало. Если мы берем продовольствие, скорее были устранены те демпферы, которые были. Потому что у нас раньше был достаточно мощный интервенционный фонд по зерну. Порядка 11 с лишним до 12 миллионов тонн. Сейчас полтора-два. То есть мы даже в части зерна особых интервенций не проводим. Вели пошлины. Они требуют донастройки. Но это сбило внутренние цены. Но динамика, когда мировые идут вверх, и там нацелена на повышение. Если брать по металлу, то тоже ввели пошлины, ввели разные, так сказать, дополнительные ограничения. Но это во многом, и Владимир прав, фискальная мера. Тем более металлы до этого проседали, сейчас подскочили. Но создать такой механизм демпфера необходимо. Как у Китая есть большие резервы и запасы на складах металла, и они их выбрасывают. У нас, возможно, нужен другой механизм. Где-то, может быть, с пошлинами. Но это не то, что сделано сейчас. И, конечно, здесь вот такого комплексного системного подхода, его нет. Происходит такая экспресс-реакция. Даже те же удобрейщики, о которых я и Володя говорил, обязательства, если бы... Во-первых, цены выросли фактически почти так же, как металлы. На них заморозили. Но эта заморозка, она до конца этого года. А сеяться надо весной. Поэтому, чтобы был эффект, нужно продлевать это соглашение как минимум до конца первого квартала. А плюс выстраивать логистику, точнее, систему хранилища. Потому что они есть у компаний, у аграриев их почти нет. А хранить удобрения, тем более это часто ядовитые взрывопачные вещества, такая инфраструктура толком крайне не развита. Поэтому здесь очень много аспектов, не только ценовых, но и инвестиционных. Ну и, конечно, это рекомендовалось с самого начала. Можно многие вещи компенсировать не через искусственное ограничение цен или введение пошлин, соглашение, а все-таки дар дополнительные деньги населению. Что делалось по другим принципам и, в общем-то, системные задачи не решало. Хотя выдача денег пенсионерам на детей, она была сделана. Но если ты не пенсионер и нет детей, то, в общем, от подорожания продуктов, это никого не спасет. Но это вот, может быть, краткие такие комментарии к тому, что уже прозвучало в выступлениях. И очень благодарен коллегам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.